Добрый день дорогие друзья! Шавуатов! Хорошей недели! Это неделя Песоха. Мы должны хорошо подготовиться к этому дню. Об этом будем говорить завтра, послезавтра, надеюсь. В общем, у нас новая недельная глава, которая называется Шмени, восьмой. Было на восьмой день. Что это за восьмой день? Это первая Ниссана 2449 года. Это день, когда начал работать храм Мешкан в пустыне. Мы же знаем с вами, что 7 дней коины готовились, не отходили от шатра откровений днем и ночью, приносили специальные жертвы, освящались. И теперь наступил тот день, когда должна появиться Шхина, божественное присутствие. Все 7 дней роль коина выполнял Маше. А теперь, восьмой день, коином становится Агарон, первосвященник. Он, конечно, не хотел становиться коином, потому что ему было стыдно, что Маше столько сделал для еврейского народа. И он заслужил быть первосвященником, и он и Мешкан построил. Поэтому Агарон стеснялся этого. Но Маше сказал, нет, Всевышний так решил. И ты будешь первосвященником. И раньше тоже была возможность умашествовать первосвященником. Но он много времени говорил Ашему, что дай человека, другого, который выведет еврейский народ, не я, чтобы выводил еврейский народ. И он это наговаривался долго из-за своей скромности, естественно. И тогда Агарон был назначен первосвященником. Вот так вот. Но когда Маше направлялся в Египет, Агарон встретил и возрадовался в сердце своем тому, что Всевышний назначил Маше руководителями еврейского народа, который должен вывести евреев из Египта. Он радовался в сердце. Теперь Маше радуется своего брата Агарона. Вот так. Семь дней приносили жертвы определенные. Маше все делал, как Всевышний сказал. Теперь же наступило время Агарона. Мы знаем, что Агарон для начала должен осветить себя. Он должен принести тельца в жертву грехочистительную молодого, тельца. И барана жертву всесожжения. Агарон берет этого тельца, режет и кровью мажет рога жертвенника для всесожжения во дворе храма. Остальную кровь выливает в основание жертвенника. Вынимает из него жировые части, обе почки, жир, который на них, жир, который на тазом, жир, который на внутренностях, вроде брюшную преграду. Все это он отделяет и сжигает на жертвике всесожжений. И написано, а мясо и шкуру быка сжигает на огне вне стана. Но мы же знаем, что когда Машет был на роли первосвященника, Всевышний сказал, не только мясо и шкуру, вообще все и нечистоты даже сжечь не станут. И это уже отличается. То есть, мало того, что написано, что животное, кровь которого внесена в святилище, в этом случае оно сжигается на огне вне стана, в месте, куда выбрасывается пепел. Чистое место. А здесь никто внутрь святилища кровь не вносил. И никто не брызал ей в сторону завесы, один разверг, шесть вниз. И никто не мазал ею возвышение по углам жертвника для ароматных воскурений, воскурения благовоний. Поэтому, почему же так? Вот это специальное предписание Всевышнего поступить так. Да, все эти жертвы отличаются. И это единоразовая жертва, которая не соответствует жертвам, которую первосвещение будет приносить в дальнейшем. В частности, Ильян Кипур. Потом от народа он должен был принести козленка. И наши мудрецы говорят, это для того, в первую очередь, чтобы искупить братьев, которые продали Иосифа. Такой комментарий к этому. И с помощью козленка совершили это дело. Но теперь тоже его должны были принести. Впоследствии Маше спросит у Агарона, где он делся, что его не ели. Дальше он приносит также и другие жертвы, и все сожжения он приносит, барана, и другие жертвы, а в мирную жертву также приносят, а животные тоже. Но тут отличия особого нет. Это уже как обычно приносится. Всесожжение приносит жертвы по обычному порядку. То есть, как это приносится, всесожжение? Всесожжение работает так. Значит, зарезали животное. Это восточная сторона жертвы. После этого оно свержуется, шкура достается коину, который ее приносит, жировые части вынимают, сжигаются отдельно, туша держится, делится на 4 части, голова, туша там на 4 части делится, сжигается все, на жертвы все сожжения. Убывается, естественно, все. Вот так, по такому порядку все эти жертвы приносились. Особо нет отличия в этом, кроме той жертвы, которая приносит огром за себя грехочистительную. Остальные жертвы по уставу. Мы знаем, что грехочистительную жертву обычно коины едят. Это мы знаем, и не обязаны есть. Вот. А жертва сожжения сжигается полностью, кроме шкуры. А жертва мирная, мы знаем, что сжигается только жировая часть, шкура достается коину, которую ее приносят. Кровью поступают так же, как и с кровью жертвы сожжения. Кропят стенки жертвенника. И остальную часть, кроме грудины и правой задней голени, достается человеку, кто ее приносит, жертву мирную. И интересно, что когда жертву приносил Маше, то ему правая задняя голень не доставалась. Всевышний ему отдал только грудину. А уже корень приносит жертву и получает и грудину, и правую заднюю голень. И потому что порядку берут жир и на жир ложат правую заднюю голень и грудину и берут хлебы и сжигается часть. В общем, остальное едят люди. Вот так вот. Ну, обычно вот так вот происходит. После этого Маше с Агароном начинает очень сильно молиться в шатре откровения и Всевышний совершает невероятное чудо. Написано «И вышел огонь от Бога и сжег жертвы мгновенно и увидел это народ возрековал и полниться». Что-то невероятное происходит. То есть не просто написано «Жертва сожжения должна оставаться на огне жертвы до утра, пока не сгорит полностью в пепел». А тут моментально мгновенно вышел огонь от Бога и сжег до тла все, что было на жертвы это было чудо неимоверное. Из пепелей. Мало того, если поднять высокую температуру на жертвы, ну, а чего здесь дерево? Что с этим деревом будет, если поднять ее до огромной температуры, чтобы оно мгновенно сгорело? Это сгорело. А тут целый бык разрезан на части. И это невероятно. Мало того, он целый жертв. Наверное, он как микроволновая печь работает. Все, что в печи. Готовая печка холодная и тарелка, на которой жарили. То есть видно, что это было чудо такого порядка. Потому что сгорело бы и медь, если бы огромную температуру поднять, и дерево тем более, ничего. А тут все целое, все хорошо. И, конечно, народ такого чуда просто не ожидал. Потому что видели невероятные чудеса. Мы там столько видели в Египте. И через море мы прошли, и хлеб с неба падает, и перепева летает. Вообще чудеса невероятные. А тут еще такое добавил Всевышний. Естественно, народ от радости возниковал и полнит. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид Берт Абат Исраэль Памяти Павел бен Ефим Яков бен Ахум Владимир бен Григорий За здоровье Давид бен Стела Светлана бен Клара Шолом Йона бен Сара Шимон бен Ицхак Инна бот Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бот Ривка Рахель бот Лилия Игорь бен Кира Полина Бер Бат Соня Сура Лена Бат Клара Стела Бат Тойба Женя Бат Ида Анна Бат Елена Вим Бен Эстер Двойра Бат Миря Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосип Бен Раиса Инесса Бат Моэль Ильгений Бен Берт Эльгей Мет Ита Фира Бат Анна Генем Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Берхая Адива Фим Бен Соня Май Бат Фаина Алексей Бен Ольга Клара Бат Броня Гая Бат Сарит Маза Бат Ирина Батури Арон Ребен 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 Двой Рогиз Бен Кум Галь Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Ари Лей Бен Лариса Галь Бат Гед Далья Брют Ларир Бен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Легу Марченко Всем Браха Парна Сат Иван Мазал То Что мы Это Время Не Грешили Учили Тору Всем Желаю Крепчайшего Здоровья И пусть Скоро Закончится Страшная Война И до Следующих Встреч Надеюсь Состоится Завтра В 15 Часов Шалом